Император Александр II – портрет на фоне эпохи. В музейно-выставочном центре открылась первая монографическая выставка, посвященная русскому самодержцу. В прошлом году исполнилось 200 лет со дня его рождения, а в этом отмечаются 155-летие земской судебной реформы и 145-летие военной, которые провел Александр II. Чем еще запомнился царь-освободитель? С экспозицией уже познакомилась наш корреспондент Лидия Галактионова. Выставка – это совместный проект Чувашского национального музея, Государственного музея политической истории России в Санкт-Петербурге. Свои материалы также предоставили Российская государственная библиотека, Военно-медицинский музей, Государственный русский музей. Организаторы постарались многогранно отразить неузурядную личность государя, яркими штрихами передать колорит эпохи. Некоторые экспонаты действительно уникальны. Мы на нашей выставке показываем еще рисунки Александра II, рисунки детские, также письма его к своей матери Александре Федоровне, а также можно видеть дневник Александра II, листы из его учебной тетради по истории. Александр II, безусловно, один из самых успешных царей России. Он запомнился современником как инициатор великих реформ. На период его правления пришлась победа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, по итогам которой расширились границы России, а Болгария обрела независимость. В истории Отечества царей не было награжденных боевым орденом Георгия. Он награжден в будности, когда он участвовал в боевых действиях на Кавказе. Но главное, чем запомнилось правление Александра II, отмена крепостного права в 1861 году. В экспозицию вошли документы из Государственного исторического архива Чуваши, в частности материалы по реализации этого указа на местах. Царя не зря назвали освободителем. Это период 50-60-х годов, когда готовилась реформа освобождения крестьян от крепостного права. Решались вопросы, как это сделать, как ввести в юридическое русло взаимоотношения помещиков и бывших их крепостных. В Чувашии это проходило достаточно безболезненно. Примечательно, что на выставке много свидетельств, отражающих состояние Чувашского края в эпоху Александра II. Здесь и редкие исторические фотографии, и сохранившиеся предметы старины. В 1867 году, во время правления Александра II, в Москве проходит первая этнографическая выставка. В экспозиции есть специальный раздел, посвященный Чувашии. В нем представлены орудия крестьянского труда и национальный костюм. Экспозиция рассказывает не только о российском императоре, но и о выдающихся людях, живших в эпоху его правления. Посетители увидят копии рукописей великих русских классиков Тургенева и Достоевского. И композиторов, членов музыкального объединения «Могучая кучка». И даже фотографии народовольцев, которые неоднократно покушались на царя. Экспозиция позволит погрузиться в эпоху и узнать много интересного о человеке, главным стремлением которого было процветание России. Лидия Галаксенова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.